Случайно подслушал тут умного человека, делюсь, это нельзя расценивать как неуважение к власти, правильнее будет сказать, что это оценка деятельности слуг народа на занимаемых ими должностях, особенно тех слуг народа, которых люди избирают прямым голосованием, и вот вы знаете, я не могу с этим не согласиться. Простой пример. Допустим, вы наняли бригаду грузчиков, но в связи с переездом, а ребята эти мало того, что на грудь приняли в процессе, так еще и половину мебели вашей разгрохали, пока ее таскали, если вы им затем выскажете все, что о них думаете, это будет считаться оскорблением или нет? Или продавец в магазине нагрубил, как люди поступали в подобных случаях всю жизнь, именно, брали книгу жалоб и оставляли там соответствующую запись, которую читал кто-то из руководителей торговой точки и по итогам которой принимались меры. А кому и как я могу пожаловаться на бездельника, депутата или чиновника сейчас? Написать что-то на официальном сайте той же мэрии города Думы? Серьезно? Кто-то правда верит, что та кляуза моя пройдет через фильтр модерации? Вы зайдите на интернет-страницу любого госучреждения, там же одни сплошные благодарности. Наши слуги народа, если верить тем, страницам ангелы воплоти просто, может, поэтому народ начал высказывать свои претензии по отношению к представителям власти в соцсетях больше негде, потому что в СМИ за справедливостью тоже ходить бесполезно, на митинги нельзя. Вышли вон ребята в Питере 1 мая в попытке высказать свое фи в рио губернатора Беглову. Вот и здесь небожители постарались, переврали все вместе со своими халуями пропагандистами. Нет, это не претензии граждан, это пятая колонна, проплаченная госдепом, распоясалась и постит всякие обидные вещи про больших людей. Вот хорошо, что есть на карте мира такая страна, как США, иначе как бы оправдывались коррупционеры за коррупцию, садисты-полицаи за свой садизм, а тунеядцы и бездельники из числа начальников за то, что не делают ни черта. Начинаем! Друзья, я уже рекомендовал вам браузерную игру Викинги, в которую сам играю почти полгода и сейчас хочу предложить поиграть в нее вместе. Викинги это стратегическая игрушка из старых добрых 90-х, только теперь с яркой и качественной графикой, огромным количеством крутых социальных фич, а еще это повод познакомиться с интересными людьми. Викингов играют геймеры со всего мира, вступай в кланы, друзья поддержат тебя в нужную минуту, поделятся ресурсами, если необходимо, ну или объединяйся со мной, посмотрим на что мы способны сообща. Регистрация, кстати, абсолютно бесплатная, поэтому чего тут думать, ну а поскольку игра браузерная, вообще не надо заморачиваться. Никаких скачиваний, утомительных процедур установки, просто включи комп и просто окунись в мир до исторических баталий на большом экране. Вступай в игру по моей ссылке и получишь нехилый приз, 200 голды от создателей, ищи там меня и двинем в поход вместе, а в общем не тяни, жми уже на эту ссылку, она внизу. Адвокаты Юрия Кардежева из Новгородской области, ну это тот парень, которому присудили штраф за пост ВКонтакте, Путин сказочный, подали апелляцию. Я поначалу даже заинтересовался той историей, а потом почитал, что лопучут эти адвокаты и понял, проиграет парень суд, как с добрым утром. И поверьте, отнюдь не потому, что у нас суд какой-то зависимый, просто юристы его бездари. Судите сами, цитирую знаком с отсылкой на этих господ. Защита указывает, что действия Кардежева не носили хулиганского характера, представляли собой выражение мнения по вопросам, представляющим очевидный общественный интерес и несогласие с политикой Владимира Путина на посту президента РФ, который в этом качестве должен быть терпим. Критики граждан-избирателей, в том числе выражены в резкой форме. О какой критике речь? О чем они вообще? Я сейчас чисто юридическую сторону вопроса рассматриваю. Ну, не было в том сообщении никакой критики или поясните мне тогда, как будто мне 6 лет, какие конкретно политические действия главного критиковались данным постом. Напомню, Путин сказочный и там матерное слово. Ребят, судья то же самое скажет, если перефразировать вот этот вот набор букв и попытаться найти в них суть получится что-то вроде дяденьки. Он нечаянно, к тому же автобус 21 маршрута в Челябинске давно проезжает мимо остановки. При таком раскладе и то было бы больше шансов выиграть дело. А тут, ну, давайте попробуем проанализировать ситуацию. Во-первых, Кардежев наехал совсем не на уборщицу у себя в подъезде. Во-вторых, его слова подвели под закон об оскорблении представителя власти. Так, наверное, от этого и нужно танцевать. Что вообще за херь несут адвокаты? Вполне себе очевидно, единственный вариант добиться успеха – это начать давить на тот самый закон об оскорблении представителя власти. Так ведь пост, ставший камнем преткновения, не содержал даже намека на то, что Владимир Путин является главой государства. Путин – это не госдолжность, это фамилия обыкновенного гражданина РФ. Вопрос. Представителя какой власти в данном случае оскорбил ответчик? Один гражданин обозвал другого в соцсетях. Все. В связи с чем Юрий гонит этих адвокатов в шею, а то они тебя до такой степени дозащищают, что еще и за убийство Кеннеди отвечать придется. Это реальная журналистика. Давайте начнем уже включать голову, хоть иногда. Поехали. Кстати, господа, со всеми этими законами о фейках, об оскорблении чувств ничего не делающих, пожарами во Франции и так далее, мы упустили из виду главное. А знаете ли вы, что Минфин сейчас активно лоббирует законопроект, направленный на уничтожение малого и среднего бизнеса в России? Это не шутка. Владельцы крупных ритейлов пытаются продавить норму, по которой предприниматели, пользующиеся сейчас упрощенной системой налогообложения, лишаются этой возможности и должны будут платить по полной. К чему это приведет, как думаете? А к тому, что бесчисленное количество небольших магазинчиков и бутиков просто закроются. Они и сегодня такое, как на плаву держатся. А когда идея Минфина получит думский одобрямс, я не говорю если. Я говорю когда, потому что скорее всего получит. Мы все дружно это заметим, хотя я думаю, что многие из вас и в данный момент могут наблюдать печальную картину, когда идешь, например, по торговому центру, а там половина магазинов закрыта. Исчезнуть могут и стационарные околоподъездные торговые точки, павильончики какие-то, ну и так далее. Раньше они хоть как-то пытались прикрыть свое скудаумие и откровенное лоббирование отдельных толстосумов. Нынче времена, по всей видимости, иные. Поэтому Минфин не стал ничего сочинять и откровенно заявил, что подготовил очередной неприятный сюрприз для представителей малого бизнеса. Знаю, кто-то не слишком умный начнет возражать, ой, мол, велика беда, вспомните, как когда-то города были захламлены ларьками-палатками, что уродовали наши улицы, кому стало плохо, что власти от этих уродливых курятников избавились. Отчасти оно так, вот только А. Реорганизация стихийной торговли пост-90-х проходила поэтапно, на это ушло несколько лет. Б. Экономическая ситуация в стране была другой, рубль чувствовал себя намного лучше, Россия не была втянута в экономическую войну со всем цивилизованным миром. Я сейчас о санкциях и вэ. Даже уровень коррупции был скромнее, что предлагается сегодня. Взять и уничтожить весь мелкий бизнес в одночасье, обложив бизнесменов такой данью, которую они никогда в жизни не потянут, а это, друзья, налоги. Пусть небольшие в каждом отдельном случае, но вкупе это солидная сумма, потому что таких мелких предпринимателей у нас в стране сотни тысяч. Это еще и рабочие места для вас. Ну давайте посчитаем. У каждого коммерсанта есть продавец, сторож, бухгалтер какой-нибудь, уже три человека. А в масштабах всей страны какое количество народу работает в этой сфере. Представляете, все они разом хлынут на рынок туда. Ты думаешь, пятерочка тебя приютит? Приютит только сколько там сегодня средняя зарплата в той пятерочке? 20 тысяч, а станет 12, потому что спрос определяет предложение. А еще увеличение количества нищих не сможет не повлиять на покупательскую способность граждан. А значит, просядет и рынок дальше. Сами думайте. Ну и под занавес хочу вас повеселить у нас новый враг. В смысле у России? Отчасти он старый, конечно. Я сейчас про Украину, но теперь-то у этого врага свежее лицо появилось. Значит, пропагандистам есть чем долбить вам по мозгам в ближайшие годы, и они уже начали это делать. Так у первого заместителя руководителя парламентской партии Блок Петра Порошенко, Игоря Кононенко, испанское гражданство. У главы МВД Украины Авакова итальянский паспорт. Обожаю этих лжецов из телевизора, они бы хоть что-то новое придумывали. Но коль скоро people have it, зачем нам про агентов Госдэ почешут. Я имею в виду отношения внутрироссийского протеста, а в Украине вот евросоюзовские засланные окопались. Кино и немцы просто, кстати. А ничего, что у доброй половины российской элиты имеется двойное гражданство, и даже у некоторых слуг народа, ой, а детки-то почти все поголовно. Младшая дочь Владимира Путина Мария живет в загнивающей Голландии. Дочь его пресс-секретаря Пескова Лиза в Париже бывает чаще, чем на родине. В последнее время трудилась в Европарламенте, в офисе депутата от Франции. В том самом Европарламенте, который против России санкции вводит. Дочь министра иностранных дел Лаврова вообще гражданка США по-русски почти не говорит. Впрочем, это уже совсем другая история в другой раз. А это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. В соцсетях тоже жду. Подписывайтесь темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. Я же за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока!